Здравствуйте, друзья, дорогие! Мы будем с вами готовить сегодня бисквитный торт. Это самый простой торт в мире. Казалось бы, потому что у бисквита есть масса нюансов. Сегодня мы вам про все эти нюансы расскажем подробненько. Из ингредиентов нам нужно 5 яиц, 150 грамм сахара и 150 грамм муки. Это всё. Первым делом разбиваем яйца в миску. Довольно крупно. Да, начинаем мы их взбивать и постепенно добавляем сахар. Вот. Снимаю. Постепенно добавляем. Добавим и перемешиваем. Ребятки, вы не ленитесь, масса яичная должна побелеть и увеличиться в объёме практически вдвое, а то и втрое у некоторых хозяек с мощными миксерами. Так что, вот, запомните, и мы сейчас сравним с вами, как должна быть. Ну вот и смотрите, друзья, какая красота получилась. Кремообразная такая консистенция. Сейчас начнём всыпать постепенно сюда, в эту взбитую воздушную массу, муку. Ку-ку. Ку-ку. Да, бы бисквит был ещё более воздушный, ещё более пышный. Это нам не свойственно, но мы просеем муку. Тоже муку чуть-чуть засыпали, просыпали, и пойдём я тебе попробую. Просыпала ты на стол. Такой беленький, всё не фокусируется. И такими аккуратными поступательными движениями мы её как бы туда заворачиваем. Завернём часть, потом ещё просеем. И так полностью все 150 грамм. Какое тесто получилось. Я даже разговаривать боюсь громко, чтобы не спугнул. Тесто готово в форме, друзья. Это важный момент, потому что бисквиты, они имеют свойство прилипать. Потому что форму для бисквитов обычно маслом не смазывают, потому что масло им каким-то там чудом не даёт подниматься. Поэтому мы дно формы так вот засыпаем пергаментов, а остальное всё отрежемо нам по ощущениям. Это можно смотреть вечно, вечно. Это ещё не всё, подождите, не уходи. Бисквиты, друзья, имеют свойство такой вот шапочкой подниматься. Ну, я думаю, многие с этим сталкивались. Поэтому, чтобы избежать этого, или шарахаем так чуть-чуть по столу, или делаем вот так вот. Смотрите. Шарахайте аккуратно, друзья. Прокручиваю несколько, если не получишься. Пока, дружок, получись, пожалуйста. Я столько про тебя рассказала хорошего. Красота. Всё поднялось. Абсолютно шикарный он такой. Вот такой вот толстый. Но он у нас не достаётся пока. Чуть-чуть остынет, мы его потом достанем. А пока приготовим крем всё-таки. Это не просто бисквит, да? Это торт будет у нас. Сыпь, сыпь, не жалей. Крем самый простой. Сметана плюс сахар. И долго-долго взбивать, и получится крем. Очень вкусный, очень простой. Ну, все делают. Лучше крем на свете, на самом деле. Вот так вот незамысловато действуем довольно долго. Ну что, вроде бы прорезала. Покройте. Ларочка. Чуть-то переделать. Подрезаем, подрезаем. Хорошо, подрезаем. Прокорим ножом. По стеночке. Попытка номер два. Ха-ха-ха. Отлично. Ну, посмотрите, какой красавец. Прелестный. Ха-ха. Пилит, пилит. Пилит, пилит. Словом, где она поддерживает. Добавайте распорядку. Видите, какой мягенький. Пропитывать, если хотите, пропитывайте просто вода с сахаром. Или сиропчик любой, там, варенье, не знаю, размешать. У меня, знаешь, есть сироп бузины из Икей. Да? Поздно. Бузины как бузины. Один корж решили все-таки пропитать. Немножечко. Прямо так поливаем. С водой разбавлять не будем. Ну, и он не сильно сладкий, скажем честно. Так себе сироп. Ни о чем. А теперь к вам. Мы уже вам говорили, что украшатели из нас так себе. Поэтому мы, когда готовим торты, мы оставляем их вот в таком вот виде. Самое лучшее домашнее, знаете. Можно сейчас ягоды еще себе их положить. Три штуки такие. Дизайнеры. Буквально три ягоды. Мы не пошутили. Вот это мы торт сделали. И, друзья, спасибо, что досмотрели. Эти сторис до конца. Но надеемся, что у вас всегда будут получаться вкусные бисквиты пышные. Мы обязательно покажем сейчас чуть-чуть попозже еще разрез, как это все выглядит. 41-й. В общем, спасибо, что... Во, какой мягкий, классный. Ребята, мы молодцы сегодня. Прям молодцы. Налria-п 파�무. Ребята, мы прошли charity. До свидания. Прямо. Добро пожаловать в Казахстан!